Своё знакомство с учебным заведением Владимир Гутенёв начинает с экскурсии по кабинетам и классам. Отстроенная недавно школа на пятой просеке уже 1 сентября примет своих первых учеников. Детей ждут просторные холлы, широкие коридоры, большие и малые спортивные залы и новейшее оборудование, которое позволит сделать процесс обучения лёгким. Позаботились о ребятах с ограниченными возможностями здоровья, оборудовав этажи специальными туалетными кабинами, а классы аппаратами для слабослышащих детей. Всё по последним стандартам качества. Это активная доска с проектором, многофункциональное устройство и компьютер для работы учителя. Такие космические возможности по-настоящему современной и многофункциональной школы сделали её претендентом на развитие успешной образовательной программы «Союз машиностроителей России». В рамках обучения школьников будут готовить к олимпиадам по физике, информатике и робототехнике, а также знакомить с ведущими специалистами предприятий машиностроительной и авиационно-космической отрасли. Это позволит уже со школьной скамьи готовить ценные кадры для региона. Для обмена опытом с коллегами руководство 26-й Самарской школы уже побывало в Чувашии, где подобная образовательная практика применяется не первый год. То, что Анатолий Владимирович смог уже посетить те образовательные учреждения, которые можно рассматривать и заимствовать у них опыт, даёт возможности не изобретать велосипед, а пойти по протуренной дорожке, причём пройти дальше, подняться выше. Руководство 26-й школы города уже ведёт переговоры со многими крупными предприятиями региона о возможном и скором сотрудничестве, в их числе РКЦ «Прогресс». На это сотрудничество очень полезно, потому что дети уже изначально ориентированы на определённые цели и на протяжении всего обучения достигают шаг за шагом поставленных задач. Дети будут, поступая уже в высшее учебное заведение, учась в школе, будут понимать, куда они идут, для чего они идут и где они будут работать. Но самое главное, что если эта триада, она будет интегрирована, она будет работать, то дети будут оставаться на нашей родной самарской земле. Проекты, которые будут реализованы на базе Самарской школы, направят на пруф-ориентацию в реальный сектор экономики. В первую очередь на специальность машиностроения, где высокая добавленная стоимость труда. Работа будет идти совместными усилиями со школой, вузами и крупнейшими предприятиями региона. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. Ольга Павлова, Максим Гусев.